Мужчины, всех приветствую! Сегодня я хочу рассказать или даже обсудить, или возможно даже спросить о том, сколько сейчас получают, сколько сейчас зарабатывают на различных вахтах. Потому что информация всегда разная, противоречивая. Расскажу про свой опыт. Значит, первый раз, когда я поехал на вахту, это 2003 год, начало 2003 года у меня зарплата была 18 тысяч рублей за 30 дней. То есть работал в ночную смену, то есть в принципе считалась нормальной зарплата. Я работал термистом, то есть обрабатывал сварные швы трубопроводов, которые будут работать под большим давлением. И получал зарплату 18 тысяч, как бы был молодой, мне этого хватало. Трубомонтажники получали где-то 1030-1035. Это были еще те времена, когда людям за вахтой давали квартиры, то есть какие-то плюшки накидывали. сварные, где-то в хорошей фирме, получал около 100 тысяч рублей на трубе. Это по моему опыту, потому что работал в фирме, которая занимается именно промышленным монтажом. Сейчас, если брать последний объект, где я был, то зарплата начинается у вахтовиков, у разных рабочих, это от 50 тысяч. От 50, от 60 тысяч. И в принципе работяга получает на вахте в месяц. То есть даже не просто в месяц закладка, там почасовая ставка. То есть сколько часов отработал, умножаешь на свою ставку и получаешь зарплату. Значит, работяга это где-то от 60 и до 100, наверное, тысяч. Ну а мастер, прораб и дальше начальник участка примерно по 10-15 процентов накидываете. Думаю, не ошибетесь. То есть много историй я слышал о том, что вот приезжали на вахту, заработали 150 тысяч рублей, как-то не особо напрягаясь, инструменты, еды, всего было вдоволь. Возможно, где-то и так. Да, чем ближе, условно говоря, к трубе, да, то есть если вы работаете на заказчика, на генподрядчика, да, то близость к трубе, условно, она очень ощутима, да, в плане зарплат. А подряд на организации, субподряд на организации, это уже все меньше и меньше и меньше от этого ручка достается. Поэтому вот когда Путин в каком-то, в 18-м году, или в 17-м приезжал на Ямал-СПГ, да, вот там на всех оттуда убрали экстренно, построили там какие-то шарики полуснежные для Путина, и там, значит, ему эти товарищи говорят, что у нас тут зарплата там 140-200, иногда до 400. И Путин такой, все хорошо, там как бы нормально, все довольны, да. А на самом деле мужики там получали 65-70. Вот у Малеров сейчас ставка, да, где-то на Амурском ГПЗ, вот меня поправьте, если не прав, где-то 210 рублей в час. У электромонтажника такой средней фирме, ну, тоже от 200 рублей в час примерно, то есть вот отработал 300 часов, да, и получил свои сколько там, 60 тысяч рублей. Ну, плюс еще система КТУ, да, в зависимости от кто как поработал, какие результаты показал. Поэтому сейчас, когда вот говорят, что у меня там зарплата на вахте 150 тысяч, там 200 тысяч, ну, не знаю, мне это тяжело сейчас верится в нынешних условиях, потому что что цены на газ, на нефть, они на мировых рынках упали, коронавирус везде, да, то есть карантин, заказчик, постоянно какие-то трудности возникают с оплатой, поэтому вот такие истории, я к ним отношусь, ну, по меньшей мере, с таким недоверием. Да, если вы работаете на заказчика, да, где-нибудь там, в нормальных условиях, да, туда не исключено, я не спорю. Ну, такие у меня данные, друзья, поэтому я вам здесь рассказал свой опыт, вот, если кто-то не согласен, у кого-то другая информация, оставляйте комментарии, а я желаю всем удачного рабочего дня и безопасной работы. Всем пока!